Слава Украине! Привет всем от Полонского! Пришла очередная помощь, точнее в этом году она первая, чисто финансовая помощь от Соединенных Штатов Америки, 3 миллиарда 900 миллионов долларов на наши бюджетные траты, ну то есть это в основном на зарплаты учителей, врачей и прочих всяких бюджетников, ДСНС, например, и так далее. То есть американцы исполняют свою часть, как говорится, договора и передают нам большую сумму финансов для того, чтобы мы каким-то образом выстояли в этой войне. В то же самое время большая довольно американская финансовая делегация приехала в Киев с тем, чтобы понять, каким образом мы собираемся финансово выживать в этом мире. И, кстати, вопрос тут очень интересный, потому что наши деятели, типа Гетманцева, пресловутого, до него такая же была южанина хитроумная, вот сейчас Гетманцев. Ну они с одного, как говорится так, если Гетманцева с южаниной поменять местами, то никто ее не заметил. А так, просто мужчина и женщина, а так если их перемешать, то получится один человек, и тот, и тот вредитель. Ну я просто имею в виду, что раньше до должности Гетманцева была южанина. Абсолютно такая же мадам, как и он. Да, и что предлагает Гетманцев? Гетманцев предлагает в этом плане, чтобы, значит, были деньги, что он предлагает? Увеличить налоги категорически. Вот, а что касается американцев, они это все послушали, послушали. А увеличенные налоги, правильно, убивают бизнес. Американцы послушали, послушали, и вот они же тоже дают деньги. Вот дали почти 4 миллиарда долларов, слушали, слушали, значит, Гетманцев. Говорят, слушайте, вам не надо повышать налоги, зачем вам их повышать? Это полная дурь и глупость. Просто-напросто займитесь таможней. У вас на таможне, то есть у нас на таможне, каждый, я не знаю, какие именно суммы, но, скажем так, если посчитать общие суммы, которые у нас идут мимо кассы, что называется, на таможне, начиная от неуплаты таможенных пошлин и заканчивая банально взятками таможенникам, то вот эти 3 миллиарда 900 миллионов долларов окажутся, с моей точки зрения, просто какой-то абсолютно несуразной мелочью. И вот американцы об этом прекрасно знают, и они так и сказали, вы, елки-палки, вы того, вы не занимаетесь дурней, вы просто наведите порядок на таможне, и будет вам, как говорится, счастье. Не поднимайте налоги для бизнеса, поднять налоги для бизнеса, это значит его просто-напросто убить, потому что очень, типа, сейчас, знаете, война, доходы у бизнеса в общем и целом упали. Я не беру какой-то конкретный бизнес, я беру в общем и целом, да? Вот, и взять, прибить его аналоги, ну, хорошо, давайте, мы закрываем бизнес, аналоги, кто платить будет. Вот, поэтому, что очень главное не выпреснуть вместе с водой ребенка. Да, это пока что у Гетманцевой компании получается очень даже нормально. Вот, так что, видите, вот, даже американцы, которые приехали к нам, и которые вроде бы могут совершенно спокойно советовать нам, ну, вот, пойти по наиболее простому пути, это поднятие налогов, говорят, нет, ребята, просто наведите порядок на таможне, и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!